всем привет сегодня хочу поделиться с вами способом улучшение вкусовых качеств табака потому что не люблю крепкий табак и особенно знаменитый удар по горлу очень негативно влияет на состояние и вообще он неприятен для этого способа мне нужно будет ложку меда растворить в теплой воде и вымочить в ней 5-10 минут наш табак отсыплю немного крепкого табака чтобы в случае сильного вымачивания можно было потом добавлять крепкий сильно слабый так сказать белок мешки остальное высыпаю на марлю собираю это дело в мешок я почему-то подумал что вот такой объем но так не пойдет сейчас просто взял кастрюлю ради эксперимента меда можно положить пару ложек можно три возможно это улучшит вкус но это все надо пробовать и также по крепости смотря какой табак смотря сколько времени его вымачивать в воде выдерживать потому что если его передержать он будет просто похож на солом у него не будет ни вкуса ни запаха абсолютно ничего но это опять же на любителя поэтому я оставил старый табак тот крепкий чтобы можно было делать мешки когда уже можно будет подобрать вкус и крепость у которую лично нужно вам индивидуально для каждого я попробовал на вкус воду она оказалась не очень сладкая решил добавить еще одну ложку чтобы так сказать наверняка я раньше пробовал то способ и могу сказать что мед очень хорошо меняет или смягчает или меняет даже вкус самого табака потому что эти естественные сахара природы они не дают никакого кисляка во вкусе так как его могут дать различные варенья потому что я пробовал его творениями это дело брал с сиропа водичку из клубничного из вишневого но по сравнению с медом конкуренты были позади поэтому пользуюсь только таким способом можете проверить и убедиться в этом сами в общем не буду томить этим размешиванием включусь когда будет все готово все мед размешался можно закидывать табачок также если у вас сильно крепкий табак вы можете смягчать еще температурой воды крепость начинает вода окрашиваться в общем минут десять оставляю но пусть лежит чтобы все пропиталась внутри такой девать получился про вытаскивать его и на противень в духовку и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не все было выбрано, потому что их очень много Но это не критично Но если есть возможность избавиться от них, то лучше их убрать Надо его весь разбить от комков, чтобы он весь был рыхлый и рассыпчатый Чтобы он лучше просох неравномерно И по мере подсыхания его еще можно перемешивать В любом случае не можно будет, а нужно будет видно, где конки или нет Палки даже будет проще выбрать из сухого табака, чем из такого сырого На этом этапе он отправляется в духовку Он стал даже по запаху гораздо приятнее, даже в сыром виде Тут у меня еще томится дубовая щепа Как раз пусть доходит все вместе Будет очень вкусно Да, я забыл напомнить про вот такую вот щелочку В процессе сушки Чтобы влага выходила А наш табак Спустя 3 часа сухой И очень вкусно пахнет Осталось его только затестить Покажу, как я кручу сигаретки, когда мне это необходимо Вообще курю очень редко Но сам процесс выращивания Приготовления табака был интересен в одно время Поэтому есть определенный опыт Также у табака должна быть определенная влажность Чтобы он заколачивался с нужной плотностью И не высыпался с края заколоченной сигареты Здесь вот поверху есть блестящая полота Ее надо слюняить, чтобы бумага склеилась Таким образом потихонечку скручиваем ее Придерживаю вот здесь саму сигарету Натяжку ленты держу Почти получилось Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Табак оказался очень приятным по вкусу Очередным экспериментом я доволен Очень мягенький Но повторюсь, табак Вредит вашему здоровью Всем добра! Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok